День Соборности Украинского народа День Соборности Украинского народа Создают атмосферу, в которой нам очень трудно маневрировать. В этот момент времени я считаю, что и оппозиция, и власть должны меньше говорить против друг друга каких-то там скабрезных шуточек или словечек, а больше делать. И в этой связи я считаю, что администрация Владимира Зеленского постоянно опаздывает в принятых решениях. Почему? Потому что там не работает то количество профессионалов, которые хотелось бы, чтобы там работали. Огромное количество профессиональных людей находится за бортом государственной структуры, потому что думают не всегда так, как Зеленский. И не всегда так, как ему приятно. Мне, может быть, тоже иногда неприятно, когда мне говорят, что я слишком широк в талии. Но это факт, и его нужно принять, и после этого начать какие-то меры принимать, чтобы я был красив и юн, как Олеся. Но то же самое с государством. Зеленский должен принять, что профессионалов нужно вернуть в государственную ситуацию, нужно пригласить всех лучших по направлениям, и никто не откажется. Никто не откажется. А если бы вас сейчас... И Смешко не откажется, и Москаль не откажется. Арсен Борисович, давайте далеко не ходить. Они будут иметь свою точку зрения... Вот если вас сейчас просят Владимир Зеленский, вернитесь, Арсен Борисович, тяжело стране. Просто так вернитесь, не работает. Вот принципы, вот парадигма. Вот я приглашаю к широкому объединению. Вот это есть широкое объединение. То есть так вернётесь, пойдёте? Не поднятие флага в южнокорейском стиле, как это было вчера. Я наблюдал многие вещи, картинки по телевизору. Не Южная Корея, Северная Корея. Северная Корея. Это выглядело для меня именно так. Процесс объединения, когда Ахметов поехал в Мариуполь, объявил там о миллиарде инвестиций для города, для Мариуполя. Миллиарде долларов инвестиций в развитие. В тот момент, когда все западные компании уходят. Наш инвестор приехал туда и объявил об этом. Сказал, Мариуполь – это Украина. Донбасс – это Украина. Счастье Донецка невозможно без Украины. Без большой счастливой страны. Это дорогого стоит. Вот это и есть объединение. Лидеры общественного мнения, политики, уважаемые люди, промышленники борются за умы. Вот вчера сделал свою работу Ахметов. А государство, аппарат государства, армия, правоохранительство должны делать свою работу. Тогда это будет работать. Вот это и есть процесс объединения. А когда Зеленский в своем обращении ко Дню Едности позволяет себе шуточки, оскорбления в адрес людей, которые платят, ну, две трети налога в государстве, это немножко не то. Но он же шутник. Потому что он шутник был до того. Он был шутник, когда работал на телевидении. Тогда шутил. А сейчас что-то изменилось? А сейчас смешно. А сейчас что-то изменилось? А сейчас мне не смешно. Сейчас я смотрю, и мне не смешно. Он по-прежнему работает на телевидении, Арсамбадзе. Сейчас он должен быть мудрым. Мудрым, отцом нации. Не получается отцом, будь старшим братом. Не получается старшим братом, будь равным среди равных. Тебя избрали, ты обязан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ